Здравствуйте! На канале Дизайн ТВ Новости. С вами в студии Виталий Волков. Кабмин рассмотрит законопроект, который позволит сократить срок выдачи сертификатов на материнский капитал до 15 дней с момента приема заявления. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал вполне понятным желание людей, как можно быстрее получить сертификат, и подчеркнул, что программа должна быть подспорьем в решении материальных проблем. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Все обновилось, стало красивым, ярким, приятно войти в помещение. Проект «Любимый город» продолжает свою работу. Со временем становится часть образа жизни, так как служить очень понравилось. Десногорские десантники отметили день ВДВ. Я нашла здесь себе друзей других, новых, вот, а еще я познакомилась с вожатыми. Вторая лагерная смена подошла к концу. А когда менять, она, мы должны вот так встречать. А эти, значит, на себе. Десногорцы могут не опасаться за качество арбузов. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Мы продолжаем рассказывать вам о работе проекта «Любимый город». В 2018 году Смоленской атомной электростанции были выделены средства на ремонт образовательных учреждений города. В первой школе уже начался ремонт. Наша съемочная группа поинтересовалась, какой объем работ будет выполнен. Первая школа практически ровесница Десногорска. Многие выпускники давно уже зрелые люди. Да, издание школы напоминает о своем солидном возрасте. Классы и помещения давно требуют ремонта. В этом году Смоленская АЭС выделила средства на частичный ремонт школы. Выделили достаточно крупную сумму на ремонт объектов. У нас будет отремонтировано два кабинета. Это кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, два подсобных помещения, косметический ремонт актового зала, косметический ремонт обеденного зала столовой и частичный ремонт кровли. Ремонт очень необходим. Здесь будет замечательно заниматься детям, потому что все обновилось. Стало красивым, ярким, приятно войти в помещение. Это очень важно для эмоционального настроя детей и работы детей. Поэтому мы очень благодарны нашей Смоленской АЭС за такую возможность отремонтировать помещение нашей школы. За качеством выполнения работ контроль ведут специалисты городского хозяйства. И лично контролируют Александр Александрович Новиков и Андрей Николаевич Шубин. Ремонт планируют закончить к новому учебному году. В России могут появиться такие знаки, как велосипедная зона и стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса. С июля в силу вступили знаки дополнительной информации. Напомним, что в декабре стало известно, что в качестве экспериментов действия ведут десятки новых дорожных знаков. Среди них диагональный пешеходный переход, выделенная травмайная полоса, глухие пешеходы и въезд на перекресток в случае затора запрещен. А также уступив всем, и можно направо, который позволяет поворот на красный. Кроме того, появятся знаки, уточняющие направление движения по полосе. 2 августа в нашей стране отмечается день рождения воздушно-десантных войск. В этом году элитным войскам России исполняется 88 лет. В 1930 году в этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. На территории СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах. Как свой праздник отметили десногорские десантники, смотрите в нашем сюжете. Воздушно-десантные войска, крылатая пехота, голубые береты, какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах, неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу «никто кроме нас». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в воздушно-десантных войсках в настоящее время, отмечают свой праздник – День ВДВ. По традиции, в этот день десантники вспоминают годы службы и чтут память тех, кто не вернулся из боя. Ежегодно десногорская десантура посещает курган, чтобы возложить цветы к подножию мемориала. У каждого из них годы службы в элитных войсках оставили свой след в памяти. Я помню и горжусь, что я там делал. Мне многому там научили, чему тут не научат просто. Ну там с оружием обращаться и так далее. Вот физическую подготовку поднял, до этого я был другим человеком вообще, как в армию пошел. Это жизнь уже. Со временем становится часть образа жизни. Так как служить очень понравилось, хотя и мало. Служили год, но было круто и интересно. Хотелось бы еще, но тут тоже ждут свои дела. Десантники вписали немало ярких страниц в историю российской армии. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками передового рубежа, способными выполнить любую задачу, сколь невозможной она бы не была. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувидаемой славой. Минобороны России ко дню воздушно-десантных войск впервые опубликовало рассекреченные исторические документы о создании и становлении этого рода войск. Они посвящены зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи крылатой пехоты, их легендарному командующему Василию Филипповичу Маргелову, истории появления символа войск, голубого берета и нарукавного знака ВДВ. В ответном доступе появились рассекреченные документы начального периода Великой Отечественной войны, которые рассказывают о боях частей и соединении ВДВ с немецко-фашистскими войсками. Помимо этого, в очерке оперативного отдела штаба воздушно-десантных войск Красной Армии представлены фотографии личного состава, условия быта, места боев. 1 августа в актовом зале Дома детского творчества отгремели фанфары закрытия второй и последней смены лагеря дневного пребывания созвездия. Утром этого дня ребята собрались в актовом зале в предвкушении яркого концерта. В зале царила атмосфера дружбы, добра, радости и смеха. За смену дети очень сдружились. Каждый отряд в своих номерах блеснул творчеством и талантом. Вожатые также не остались в стороне. Они подготовили свою концертную программу. В этот день было море улыбок и даже немного слез. Ребятам будет трудно расстаться с Домом творчества, вожатыми и новыми друзьями. Я нашла здесь себе друзей других новых. А еще я познакомилась с вожатыми. Здесь много очень кружков, хореография. Можно сделать кукол, бисероплетение, пение. Я выступала на концертах. Мне тут понравилось и не хочется уходить вообще. Думаю, что в следующем году тоже сюда приду. Мне очень понравился лагерь, хотя я в нем еще ни разу не буду. Думаю, первый раз был. Играли, рисовали. Вот мероприятия были, было очень интересно. Вожатые были очень добрые, воспитатели. Мальчики и девочки бурными аплодисментами одарили воспитателей отрядов и педагогов. Целый месяц они работали, развлекали и творили с ними. В предпоследний день смены воспитанники лагеря голосовали за лучших вожатых. Ими стали Даниил Шелгунов, Екатерина Гурченкова и Ирина Курлупова. Итоги работы двух смен лагеря «Созвездие» подвела педагог-организатор Алина Емельянова. За лето у нас прошло порядка двухсот детей, даже, наверное, чуть больше. Все эти дети ушли из лагеря «Дома творчества «Созвездие» с хорошим настроением, с вкусными подарками, новыми друзьями. И будут дальше продолжать встречать лето до школы. А в следующем году мы уже опять их увидим. В конце праздника дети полакомились сладкими угощениями. Флаг лагеря «Созвездие» опущен до следующего лета. Смоленские пожарные исправились с огнем на Гагаринском полигоне твердобытовых отходов. Огонь локализован, открытого горения не видно. На месте работал вертолет МЧС России К-32. Он набирал воду в Кармановском водохранилище и заливал самые крупные очаги тления. По данным областного МЧС, на месте находилось 22 единицы техники и 64 специалиста. Департамент по природным ресурсам и экологии сообщает, что с понедельника полигон ежечасно отсыпают песком. Пока превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено. Прокуратура региона проводит проверку. 3 августа отмечается один из самых сладких праздников – Всемирный день арбуза. О том, как правильно выбрать самую сочную, сладкую и ароматную ягоду, узнала наша съемочная группа. У арбуза практически нет противопоказаний. Его в небольших количествах можно есть даже диабетикам и тем, кто на диете. В 100 граммах сочной мякоти всего 30 калорий. Уже месяц продавцы соблазняют десногорцев предложениями попробовать арбуз. Первые из них появились в нашем городе еще в конце июня. Однако, по словам специалистов, содержание нитратов в большинстве из них превышало нормы. Те арбузы, что продаются сейчас, уже можно есть без опаски для здоровья. На рынках по мере завоза каждый владелец, который привез растительную продукцию, в том числе арбузы, должны предоставить их для проведения ветценной экспертизы. После того, как проводится ветценная экспертиза, выдается заключение, дающее разрешение реализации этой продукции. На рынке в августе арбузы – самый ходовой товар. Однако полезен арбуз только тогда, когда он спелый и натуральный. Вот только как правильно выбрать по-настоящему спелый арбуз, знают далеко не все десногорцы. Когда одна сторона желтенькая, а одна сторона вот так звеная, это значит спелый и хороший. То есть, она сразу чувствуется, что она спелая и крепкая. А когда мятая, она не должна вот так уступить. А эти, значит она спелая. Проехав по городу, мы не увидели в продаже разрезанных плодов. Сотрудники лаборатории подтвердили, что разрезанные плоды на прилавках – это грубейшие нарушения санитарных норм. При выборе арбузов следует обращать внимание, чтобы они не были с трещинами и разрезаны напополам, на четвертинки. Так как в данном случае скапливаются патогены микроорганизма и пыль, что может быть причиной отравления людей. На сегодня на рынке цена на арбузы 20 рублей за килограмм. В магазинах немного дешевле. В Десногорске в основном продаются арбузы из Краснодарского края. Кроме кубанских, иногда встречаются астраханские и волгоградские. А теперь коротко о погоде. 3 августа в Десногорске ожидается переменная облачность. Днем плюс 26, ночью плюс 18. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok